Как сейчас хорошо на даче мы приехали. Смотрите, свежая зелёная травка. Всё перекопано. Володя всё перекопал с помощью рабочих. Удобрил. Цветочки до сих пор цветут жёлтые. Во всё цветёт. Розмарин. Вот такой становится домик. Смотри, после пасты она красивая будет. Да, очень. А, супер будет. Потом что ещё сделаете? Как делаете? Как называется? Флифовка или что? Нет, это я уже сегодняшний день мыл готов. После этого паста будет. А, паста. Жёлтая паста будет. Жёлтая паста будет. После этого уже почистить мочалкой. Она будет уже эффектно. Блистая. Супер будет тогда. Ладно. Здорово. Линжир тоже ещё зелёный. Как-то поздно в этом году опадает, желтеет и опадает листва. Вот эта кошка, которая не даётся. Вот она. Да, она недавно принесла котёнка. Да? По забору шла с котёнком, ушла в корову. Этот рыжий котяра, он какой. Только что я их покормила, но, конечно, мало для них. Они всегда ненасытные. Слишком много кошек. Я намесила им еду, но, конечно, вот она какая, красавица. Она очень такая, с характером. Вот такой чудесный дачный вечер. Тихо. Не холодно. Воздух свежий. Не слышно ни птичек. А смотри, как приливка пошла. Слышно Володю. Сейчас посмотрю. Дачная жизнь. Кстати, доброе утро, друзья. Сегодня воскресенье. Прекрасный денёк. Итак, дачная жизнь течёт своим чередом. Ну, кошки живут своей жизнью. Они заботятся о том, чтобы не пропустить кормление. А черепахам тоже не спится. Так как не холодно, тепло. Они без конца просыпаются и думают, ой, а хорошее ли место я выбрала для зимовки. И постоянно перемещаются туда-сюда. Володя кормит их огурцами. И вот я обнаружила, что... Вернее, однажды Володя приехал... Тут расскажу, там покажу. Однажды Володя приехал, и черепаха лежит перевёрнутая. То есть там, где сделали плитку, там, где сделали бордюрчик, получилось нарушение миграционного пути черепах. Им трудно преодолевать. Хотя иной раз они не такие препятствия преодолевают, когда им нужно залезть на Володин огород. Итак, вот этот бордюрчик... Рамиль, привет! Привет! Вот. Этот бордюрчик, он преграждает. Видите, он раньше лежал вот так плоско, потом его сделали высоко, поставили боком, чтобы песок не заносил на эти новые прекрасные плитки. И черепаха вот через него не смогла перелезть и упала на спину. Хорошо, Володя приехал вовремя, её спас. Володя отказался класть заново плоско бордюрчик, поэтому мы предложили такой вариант. Вот такие сделать моменты перехода. И таких будет ещё 2-3 перехода. Вот так она сможет нормально перелезть и попадает прямо вот сюда. Я думаю, что это будет хорошо. Мне кажется, будет удобно. Происходит кормление черепахи, которая снова проснулась. Я её помыла тарелку и нарезала огурец. Ты что, удал уже ей? Где она? Я вон чайер выстригал. И вон её, видишь, она под камнем сидела. А, вон она. Это Каролинка, кстати. Да. Каролинка заметно подросла. Видите, как, Володя, с тобой всем кушать. Каролинище. Тарелка не очень-то удобная, Володя. Здоровинная тарелка, огурец где-то в центре. Володя, она не хочет огурец. Она лезет прямо по тарелке в своё убежище. Почему-то их привлекает очень Володя наполовину. То есть они всём пытаются сюда пройти. Вернее, у них был домик, а Володя не сделала целлофан. Володя, ты сегодня сделаешь целлофан? Вот в домик случайно совершенно они туда попали. Вот, смотри, какая бабушка красивая. Видите, какие красивые круги? Как всё аккуратно, хорошо. Вот такой. Мы совершенно раздеты. Очень тепло, замечательная погода. Солнышко. Вон она в свой дом полезла. Она не хочет. Им надо какое-то укрытие, Володя. Какой-то камушек лежит у неё. Бедная Каролинка. Они сейчас холодно им. Как она лапками чик-чик-чик залезла. Это будущее плантации клубники. Видите, она значительно расширилась. Пожалуйста, результат тёплой погоды. Это вишня? Да. Прекрасное утро перешло в прекрасный день. Но нам уже скоро нужно собираться. Пора домой. Много дел. Володя рассадил вот этот американский кустик. Посмотрим, как он приживётся. Мне кажется, что он слишком высокий взял отростки. Нужно было поменьше взять. Такие высокие не справятся с пересадкой. Но Володя говорит, что он всё хорошо сделал. Посмотрим. Ну, дай бог, всё будет жить. Розочка выпустила новые молодые листочки. Ну, всё, дорогие друзья. Желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Много-много прекрасных дней. Независимо от того, солнечные они или дождливые, или где-то уже снежные. Любая погода хороша. Лишь бы все были здоровы и любили друг друга.